Здравствуйте, Рустам. Я хочу вас поздравить с бухгайцом Игорем. Его вчера взяли в Радушном за взятки. Вы тоже это хотите? За что? Ну как за что? Почему вы не проводите сличные идеи? Дайте мне ознакомиться с материалами дела. На какой экспертизе? На Мечникова. Смотрите, я сейчас до вас обращаюсь в густной форме и фиксирую это. Пожалуйста, мне, Рустам, дайте ответ. Так дело на экспертизе. Так вот, пожалуйста, напишите, что на какой-то экспертизе, что-что-что. И когда оно пройдет, Рустам? Судебная медицинская мы. Рустам, пожалуйста, напишите. Это Мечникова или это экспертиза в Киеве, в Днепропетровске. Что они там будут делать? Там заданы вопросы по поводу правильности врачей. Правильности? По поводу правомерности их действий. Какие вы им доказы дали? Там полностью материалы полного дела. Все видео, все как бы есть. Видео вы меня не взяли, Рустам. Рустам, вы меня видео не взяли. Полное. Сначала до конца. Там медицинская документация уже была. Вы с Горисполкома получили ответ? Я все получил. Рустам, когда вы мне дадите ознакомиться? Когда дело придет. Как вы мне это сообщите? Ну, я наберу еще в телефон. Хорошо? Рустам, вы сами на ругаемся. Так я не ругаюсь. Вам объясняю. Рустам, вы... Нет, Рустам. Вы начинаете быковать просто. Быковать? Ну, я не знаю. Ну, с камерой ходите. Рустам, кто мне запретил ходить с камерой? Вы? Да я не запретил просто. Нет, вы же сказали, что я быкую. Вы не понимаете. Я не понимаю. 220-я статья. А вы что? Это самое. Не понимаете? Я уже имею право полное фиксировать. Смотрите. Вот это кто такая? Это патрульная? Нет, это не патрульная. Смотрите. У патрульных сколько держится видеосъемка? Я не знаю. Зато, смотрите. Тогда, когда они мне говорили, что вы говорите, быковать, те тоже говорили быковать. Когда вы мне ответили, что не сохранилось доказы. Почему? Потому что 30 календарных дней сохраняется. Они его что? Стирают. А вы мне запрещаете делать доказы? Я не запрещаю. А что? Вы говорите, что я быкую. Да я не знаю, что вы делаете. Я что? Нет, только же ваши слова, что я быкую. Я объясню. Что? Зачем вы мне это объясняете? Зачем? Что вам это мешает? Оно вам мешает? Вам больно от того, что я снимаю? Или как? Я не пойму. Рустам. Так а что тогда кто быкует? Я что-то не врублюсь. Я вам объяснил. Рустам, вы мне говорили, что вы на овощах больше заработаете. Да. А что вы не идете овощами торговать? Когда? Скоро. Скоро? Вместе с вами. Со мной? Вы что же торговали на чай? Вы это знаете? Я знаю. На кольце Косиора. На кольце Косиора? Да. Есть еще кошмары. На кольце Косиора? Где-то вы что? Где-то в тех краях. А, где-то в тех краях. Так вот вы что понимали? В 90-х годах я вам расскажу, чтобы вы сами себе голову не запутывали. По Димитрова. У меня был свой киоск. Я был частным предпринимателем. Я посмотрел, что торгуют только кто? Кто? Ну кто, как вы думаете? Те, кто могут торговать. Вот. Так может они быкуют просто. Те, кто у кого голова на месте, тебе и торгуют. А вы считаете, что если он сам ничего не производит, а только торгует, спиздил у кого-то что-то, блядь, за это, который трудится, действительно, надо ему заплатить. Если ты что-то украл, вы можете написать заявление. Кому заявление? Тебе? Рустам. Кому? Можно бухгайцу написать? Да почему тут бухгайца? Ну как? Ну его в ладошь нам хапанули. Так при чем тут это? Вы смешиваете? Так ты ж такой самый. Да. Что да? Скажи, Рустам, мне о чем поговорили? Я не нагадаю, что ты на скоту развозишь. Я не знаю. Не знаю? Если есть такие факты, пусть занимается. Кто? Кто должен заниматься? Ну, соответствующие суды. Соответствующие? Хорошо. Пусть занимается. Пишите заявление, пусть они занимаются. А что ты так бзи, что тебя фиксируют? Камера. Мне просто... Что? Тебе неудобно? Когда клевечут, мне неприятно. Клеешься? Так подай на меня в суд. Да я не хочу. Чего? Ну зачем? Смысл жаловаться. Смысл? Да. То есть, ты там ничего не докажешь, и то есть, тебя может затянуть еще глубже. Я никому ничего доказывать не буду. Возвращать. Ты не умеешь. Ты просто можешь под кого-то лечь. Да? Я могу под кого-то лечь. Я же вам объяснил, что делал... Ложись дальше. Смотри. Да. Следующий ты за бухгайцу. Я вас понял, хорошо. Рустам, я жду, когда ты мне позвонишь. Да, ну я видел на экспертизе, что он... Ты помнишь то видео, которое ты мне рассказывал на улице? Я же его держу. Да, ну держи. А? А автомобиль чей это, Вольво белое, на который ты раскатывал? Так у меня Вольво белого нет. Уже нету? Нет. То есть, тебе дали покататься? У меня его не было, Вольво. Да? Да. Ну, сегодня я выложу эту Вольво. Хорошо? Так вы и так уже навылаживали. Да я тебе еще могу выложить. У меня шесть видео. Не отбирайтесь, это же ваши проблемы. Смотри. Да. Смотри, у меня шесть YouTube-каналов. Шесть. Два, которые их знают, а четыре, которые... Ну, я нормально объясняю, но вы не... Ну, честно. Я не объясню, что дело ведется расследование. Тогда я посмотрю. Так дело, я же вам объясняю уже 10 раз. Вы не слышите меня? Здравствуйте. Дело в Днепропетровске, на экспертизе. Когда оно придет? Я откуда? Мне номер телефона, Днепропетровска, я туда поеду. Ну, да, отдел судебно-медицинских экспертиз, то звоните, узнавайте. Отдел. Хорошо, Рустам, спасибо. Я же вам объясню, ну... Рустам, ну, давай, иди уже овощами торгуй, Рустам. Хорошо. Ну, не надо это тебе. Твои родители на оптовом торгуют, да? И на социке. Ну. А где, на социке? Ну, да. Да, Рустам, уже нет. Отец уже не торгует. Мы не торговали. Да? Никогда. А овощами никогда не торговали. А чем же они торговали? Там украина. А? Ну, не овощами. Ну, вот и все. Чем? Ну, так если вы не знаете, зачем? Так все я отлично знаю. Почему тут... Рустам, тебя забрали автомобиль. Почему ты ко мне тогда подошел? Потому что я его опубликовал. Тебе дали покататься на нем. Мне сказали, слышишь, что ты его высветил везде в Ютубе. Вот что ты начал и понты колотить. А тебе его дали за что? Покататься. Вот скажи, почему мне никто не дает такой автомобиль? А тебе дали. Я сейчас не знаю. Что там у тебя общая с ними с наркотой? А? Она там засвечена была. Эта машина. Правильно? Все, Рустам. Я прошу тебя, пожалуйста, дай мне ответ в течение трех суток. Как я вам объясняю? Зачем ты мне это объясняешь? Дай мне в письменном виде. Иначе я сегодняшнего дня, я буду опять на тебя... Ты понял? Ну, как что? То, что я делал. А что я делал? Ну, как? Ты встречался с департаментом внутренней обеспечения? Нет. Нет. А что ты в городе делал? В сливчем отделе управления? По Карломарса. Я там... Не было. Там у меня же два письма туда пришло, что проверяли все эти дела. Да я понял, пусть еще проверяют. Ну, и нашли частично, частично, частично. Тебе письмо принести? Частично. Что такое частично? Значит, нашли все-таки? А ты мне рассказываешь. А ты мне рассказываешь. Что ты мне до этого говорил? Тебе не нравится, что идет фиксация? Почему тебе не нравится? Ты против закона, ты против людей Украины, скажи. Не, я за тобой. У тебя есть мобильный телефон. Есть? У тебя есть видеокамера? Можешь меня снимать? Я тебя разрешаю. Я не хочу. Покажи своим родителям, с кем ты общаешься. Рустам, Рустам, давай, чтобы мы с тобой не ругались. Ваши детей не впутывают. Кого? Детей ваших не впутывают. А при чем мои дети? А при чем мои родители? Ну как? Ну ты же кричал, что ты пойдешь торговать овощами. Так ваши дети тоже на ваши кричали решили. Мои дети как тебе кричали? Ну вообще. Кому они кричали? Что тебе рассказали за моих детей? Скажи. Да, вы как говорите. Ну. Я вырошу. Да ты роешь не в ту сторону. Да, не в ту сторону. Это ты роешь для того, чтобы защититься. Правильно? В случае за тебя кто-то что-то скажет, что ты примерно еще Рустам Гопаров возит наркоту, распространяет по Гагарина в Долгинсовском районе. А? Да. Пошли пройдемся, послушаем, что тебя говорят люди. Да я не буду никого этим не сказать. А сколько ты берешь наркоманов за того, чтобы их не привлечь? Я не знаю, чего вообще. По три тысячи. Ты не знаешь, чтобы дела не открывать? Ты до Мнюка и Кучица помнишь, как ко мне приходили? Я не знаю. Чем закончилось? А я тебе рассказываю, главного управления, когда мы к ним туда пришли. На кого я поставил пищать? Где двадцатовские делись? Ты понял за наркоту? Так вот я тебе говорю, я на расстоянии буду вас уничтожать. Вы это хотите? Я вам это сделаю. Бугоец пошел, осличка кушнирка пошла, в эсличий отдел пошел, вчера бугоец пошел. Твоя очередь дальше. А у Мищенко спросишь, у Саши, что случилось с ними? Он где-то здесь ходит. Они там все вот так по очереди. Я слышу. Да, ты слышу. Он тебе все расскажет. С чего началось и чем закончилось. Да, он очень рад и все рады к этому. Все, до свидания вам, уважаемый Рустам Гафаров. Я вас прошу, пожалуйста, мне сообщите, и я приду, ознакомлюсь с материалами. Если вы ждете, когда закончится война, Рустам, и вы будете закрывать это дело, да, так я вас уже буду прославлять. Вот что вы боитесь. Вы боитесь то, что много знают о вас. А те, которые много знают о вас, они им все рассказывают. Ничего страшного. А что-то может быть страшного? Рустам. Ну, я понял. Рустам, ты мне скажи, ты вообще наркоту употребляешь? Да. Да? А что ты, кукиш? Я не знаю. Не знаешь? Нет. Да? Нет. Потому что я смотрю, ты постоянно прыгаешь, скачешь на одной ноге. Что у тебя происходит? Когда ты последний раз медкомиссию проходил? Да, давайте. Рустам, Рустам, когда ты медкомиссию проходил? Каждый год. Каждый год? Да. Рустам, прекращай это самое. Ну, вы тоже прикачали. План, план употребляй. Потребляю тоже. Да? Курить. Ну, честно. Курить. Я не курю, Рустам, у меня нога болит. Чтоб ты понимал. Да. По мне видно, честно. По мне видно. По одежде. Ты занимаешься следующими идеями, а не по одежде. Ты знаешь, в Израиле, как люди ходят? Ну, просто хотя бы помыться изначально. Помыться? Да. А я с песом для тебя. Знаешь, как мне один еврей Марк сказал? Ури, ты специально к ним приходишь так? Я говорю, да. Понял? Помыться? Да ты что? У меня нету душа и воды. Да? Так вот, смотрите. Видите, как он сразу помыется? Рустам, это твою хуйню, блядь, то, что ты гонишь, блядь. Давным-давно уже все выстрали. Это... Добрый день. Это был такой военком Долгинсовского района. Когда я к нему пришел, он говорит, от тебя воняет. А то, что он два слова связать, пидор, не мог, блядь. Это... Ну, что вы думаете? Его повязали за взятки. Этого Долгинсовского военкома. Помыться как же надо. Ха-ха-ха. Слышь ты, блядь. Здравствуйте, Украина. Город Криворох. Это продолжение Долгинсовского РОВД. Это следователь Гафаров Рустам. Вы видите, как он себя ведет? Там есть у меня на него видео, как он кричал, что он хочет овощами торговать. И чтобы его на видео не снимали. И тут он тоже говорит. Я вам предлагаю всем снимать их не только там, и в интимных местах, там, где они ходят срать. И показывать всем. Так вот он мне вспомнил за то, что я тоже овощами торговал. Я вам всем разъясняю, чтобы вы правильно поняли, что это такое было. Не кольцо Кассиора, а по Димитрова. Когда был у нас мэром Любоненко, я себе взял квартиру, киоск поставил для овощей. Ну, это дело не мое. Я попробовал. Это было в 2000 году. Так что не надо мне рассказывать, что я должен делать. Мои дети обеспечены жильем. Вы поняли? Услышали все? Если я что-то начинаю делать, я его довожу до конца. Так вот. Когда я поставил свой киоск, а мусора лаяделовские, это же он до сих пор помнит эту херню. Но его тогда не было. Это ему кто-то рассказал. Это было в 2000 году. Агафаров, ты еще всыкался. Понял? В то время. Тебе лет 10 было. Так вот, если ты что взвины знаешь, я тебе рассказываю. И некоторым мусорам тоже. Так вот. Поставил я киоск, а мусора что? Понасставляли точки вокруг. А я ж налогоплательщик, частный предприниматель. Вы поняли? Что они начали, они забивают у нас в городе предпринимателям работы. Ходят и начинают там стращать, проверять. Ну, я як дал по Днепру и по Киеву насчет этих лаяделовских, что они херней страдают, мзду ходят, собирают, мешая частным предпринимателям работать. Потом я прихожу, открываю киоск, а у меня люди говорят, Юра, а что там случилось? Я говорю, что такое? А тут мусора ходят по квартирам и говорят, подпишите, подпишите, мы же у вас денег не просим, мы же тут ничего не делаем. То есть, пизды получили по полной, блядь. Потом их же всех разогнали, а здесь боржанцев, кто там торговали, вот это, работали на мусорок. Был такой покойный Актай. Там он жил недалеко, его в живых нету. Так вот, он ко мне подходит и говорит, давай я тебе буду платить, я мусорам платить не буду. Я говорю, не надо мне платить, если ты хочешь, можешь в аренду взять мой киоск и тут себе работать. Тут все законно, налоги платятся, есть местовое, в исполкоме зарегистрировано, есть карточка. Хорошо. Он там начал работать, когда мне звонит, в течение недели говорит, приехали мусора, требуют документы. Я говорю, дай трубку. Дает он трубку, взял трубку, Олег Максименко, который сейчас работает в УВД поликлинике. Кем он там, дворником или не знаю, я его там видел. Да. Так вот, этот Олег Максименко работал в Довгинсовском САИ, ГАИ районное. Потом он перевелся в Ингулетский ГАИ. Ну, мы приехали, его немножко прессанули за одно дело, которое нехорошее я сделал был. И тут разогнали всех этих мусоров, гаишников, гайцов в переводе. И он, они пошли эти все гайцы в райотделы дорабатывать до пенсии. Это я вам рассказываю, как все случилось, чем последствия вам будет пахнуть. так вот, этот же Олег приехал и мне говорит, давайте все разрешительные документы, что у вас здесь. Я говорю, ты кто такой, мудак, блядь? Фамилию кто-то назвал. Я говорю, слышь, Олег, ты забыл, что я? Сейчас я приеду. Я сейчас кран привезу. Мусорок, кран, блядь, хозяин, сука, блядь, у нас в районе. Я говорю, квартиру продаж. Зачем? Будешь расплачиваться за киоск. Если тебе нужны, говорю, документы, идешь в исполком в районы, и там, говорю, все есть документы. Меня, говорю, сейчас нету в городе, а я действительно тогда не был. Ну, по делам был. Так вот, увольняется это своё дело, уже идёт он на пенсию, захожу я в горы с полком, смотрю этот Максименко Олег сидит там в горы с полкомом. Это я вам расскажу, чтобы вы понимали, мусора, что будет с вами. Вы же не вечные мусора, я имею в виду штатные. Вы мусора всегда и не штатные остаётесь. Я посмотрел и пошёл там в один отдел, не буду говорить куда. Захожу и говорю, а у вас утечки информации нету здесь? Они говорят, есть. А что, Юхренович? Вы знаете, кто? Я говорю, да, Олег Максименко. Они говорят, а мы думаем, что он постоянно сюда ходит? То есть, я попал в 100% где он лазит. Он заходит, а они говорят, почему так часто заходит? Они говорят, мы думаем, что он так часто заходит к ним? Он в одном отделе и заходит в другой отдел. И что вы думаете? Он там уже не работал. Максименко, ты помнишь? Так вот, я напоминаю всем. А ты, Гафаров, услышал, что случилось? Как я прессанул ваш райотдел? Так вот, чтоб ты понимал, что Пагагарина рассказывает, что ты развозишь наркоту и ее крышуешь. Это так люди говорят. Это я так слышал в магазине в очереди, как мужчина разговаривал с женщиной в магазине Татьяна Пагагарина. Недалеко вызирает дело. И для того, чтобы не привлечь к уголовной ответственности, так люди рассказывают, ты берешь 3000 гривен, будто бы даешь наркоту, а потом вылавливаешь и кипят. Это так я повторяю, говорят люди. Что ты стоишь скачешь так? Что такое у тебя? Что ты воду постоянно там хлебал? Медкомиссию ты вообще проходишь? Так вот я скажу, а там в райотделе в свое время тоже одного следака был наркоманом. Как раз по твоему этажу ты левее, а тот в конец правее. Смотрите продолжение. Ингулес широкая. для улучшения вашей видимости на ютуб канале. Принимаем помощь хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео. его. Редактор субтитров